Всем привет, друзья! Вопрос цензуры в наше время остается все еще открытым. Я нашла для вас такой проект, который не только поможет вам обойти цензуру, но также обеспечит вам конфиденциальность и безопасность. Проект называется TomyNet. Давайте посмотрим, что он из себя представляет и что он может вам предложить. Итак, TomyNet – это альтернативная всемирная сеть, созданная как замена государственно контролируемой и цензурируемой сети. Она предназначена для пользователей, которые ограничены в доступе к открытой информации или же не могут защитить свои права на доменных именах в текущей Web2 инфраструктуре. TomyNet использует бельдовые технологии Web2 и Web3, чтобы обеспечить своим пользователям конфиденциальность и самоуправление. Это, так сказать, новая сеть, доступна по всему миру, и его участники сами могут ее контролировать. Давайте посмотрим, какие продукты нам предлагает TomyNet. Во-первых, здесь есть браузер TomyNet. Он упрощает просмотр страниц, точно так же, как люди просматривают страницы 3W. Но при этом браузер обеспечивает полную анонимность, и любой сайт, который захочет забрать информацию о пользователе, должен обязательно запросить информацию. Браузер TomyNet основан на открытым исходном коде от Tor, Browler и Chromium. Этот браузер позволяет пользователям переключаться между TDNS и DNS-ICANN. Поэтому люди могут использовать один и тот же браузер для обычного просмотра. Прямо сейчас вы можете убедиться в функциональности браузера, просто скачав альфа-версию на свое устройство. На данный момент поддерживаются операционные системы Windows и Linux. Вскоре ожидается добавление версий для Mac и мобильной версии. Также здесь есть система TDNS. Это альтернатива TomyDNS, которая управляется ICANN. TDNS управляется TomyDAO. Технология DAO обеспечивает гораздо большую свободу, чем ICANN, которая базируется в США и ограничена небольшим количеством узлов, находящихся в юрисдикции США. ICANN определяет функционирование системы DNS, в то время как в DAO пользователи сами принимают решения, которые касаются управления и функционирования TomyNet. Доминые имена в TDNS выпускаются как NFT и полностью продлежат их владельцам. Хотя проекту будет выплачиваться Royalty в размере 5% от продажной цены. Тем самым, создавая основную службу DNS, управляемую DAO, которая состоит из тысячи человек, TomyNet устраняет возможность цензуры, захвата и коррупции. Решение TDNS позволяет любому пользователю делать ставки на желаемое доменное имя. Они будут продаваться по стандартной цене, которые установлены для данных доменных имен. После того, как ставка установлена, домен выставляется на аукцион в течение 48 часов, и каждый желающий может сделать ставку в течение этого времени. И в итоге победитель аукциона получает данное доменное имя по запрошенной цене. За первоначальный выпуск будет взиматься определенная плата, уплачиваемая первым минтером. И этот первоначальный минтер, даже если он переиграл торги и не получил права собственности на домен, будет иметь право на компенсацию, которая рассчитывается как процент от роялти, от продажной цены, подлежащей уплате при любом продаже домена навсегда. Первоначальная цена продажи и гонорар будут разделены между первоначальным минером, что составляет 25% комиссии, также основной командой 35% комиссии и TommyDAO, куда включается 40% комиссии. Разработчики и владельцы веб-сайтов работающих сетей TommyNet должны будут поддерживать платежи внутри сети с использованием токенов Tommy. Использование данного токена в качестве собственного сетевого токена способствует жизнеспособности сети в целом и ценности токена для обслуживания самой сети. Данные токены устойчивы к цензуре или блокировке со стороны правительств или корпораций, поскольку они работают с TommyNet и блокчейном, а не в централизованной структуре. А для поддержания платежей в экосистеме Tommy компания разрабатывает TommyPay. Это мультицепочная платежная система, которая будет поддерживать токены Tommy, NFT TommyBioner и другие цифровые активы. Система позволит цифровым продавцам и поставщикам услуг принимать токены и автоматически обменивать их на другие валюты или же токены, предпочитаемые продавцом с помощью децентрализованных приложений, полу ликвидности и бирж. Также Tommy разработал собственные ноды облачных вычислений в Web3, которые можно запускать с любого места, чтобы дополнить облачную сеть нодами, которые вознаграждаются за вклад в сеть с помощью токена в Tommy. Это, можно сказать, мини-суперкомпьютер. Параметры его вы можете увидеть сейчас на экране. И также вы можете прямо сейчас сделать предзаказ. Стоимость составит примерно от 15 тысяч долларов. Особенности данного облачного сервера Tommy в том, что он обеспечивает децентрализованный облачный хостинг, децентрализованное хранилище. Также с помощью него можно добывать блоки на графическом процессоре. Также подтверждение концентра, VPN-сервисы и прокси-сервисы. Как я уже упоминал ранее, сеть Tommy состоит из двух типов токенов. Это основной токен Tommy и NFT-токен Pioneer. Tommy – это токен полезности, и он служит для выполнения транзакций и, в принципе, для работы сети. А Pioneer NFT – это как бы токен членства. Они предоставляют статус первопроходцев для тех, кто финансировал и поддерживал сеть Tommy на первоначальных этапах. Также хочу отметить, что сеть Tommy привлекла около 40 миллионов долларов на развитие и приобретение контента. Теперь давайте еще более подробнее разберем токены Pioneer. Это статус для людей, которые первоначально вложили деньги для финансирования проекта Tommy. Они имеют больше полномочий, чем обычные токены Tommy, такие как возможность внести предложения в DAO, управлять технологическим направлением и выбирать основную команду Tommy. В будущем структура управления DAO может измениться. А еще токен Tommy прошел аудит с март-контракта компаний Certic и SlowMist. Отчет о данных аудитах вы можете найти на официальном сайте или по ссылке в описании. В заключение, я хотел бы сказать, что Tommy создает действительно революционный продукт, который является частью их частной и анонимной инфраструктуры. Уровень конфиденциальности выше, чем у блокчейна Ethereum, что в свою очередь позволит быть транзакциям не только анонимными, но и частными. И никто не сможет получить доступ к вашему кошельку. Столь, друзья, на этом у меня все. Если вы с интересовались этим проектом и хотите больше о нем узнать, все необходимые ссылки я оставлю в описании. Также оставляйте свои мнения по поводу этого проекта в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я изучу каждое ваше мнение и мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и салусы в новостях криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok